Добрый день! В эфире канал РБК, в студии Леонид Давыдов. Как всегда, по вторникам мы говорим про регионы. Мы в нашу программу приглашаем руководителей субъектов Российской Федерации. Вчера прошел Госсовет, и вот об этом и о многом другом мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем, руководителем Республики Калмыкия Алексеем Маратовичем Орловым. Спасибо, Алексей Маратович, что пришли. Добрый день, очень приятно. Рад вас приветствовать. Спасибо вам, что пригласили. Да, взаимно, мы взаимно, спасибо. Расскажите, пожалуйста, как прошел Госсовет. Я так понимаю, там была тема сельское хозяйство, тема вам совсем не чуждая для региона, да? Вы правы, для нас, для Калмыкии сельское хозяйство – это основополагающая отрасль экономики. И, безусловно, вчерашний Госсовет был знаковым. Почему? Потому что говорили об устойчивом развитии села. А село, сельское хозяйство сегодня не может существовать и жить без людей на селе. А комфортные условия на селе, к сожалению, на сегодняшний день оставляют желать лучше. И вот вчера, когда обсуждались основные моменты, вопросы существования людей на селе, тех, кто трудится, создает там продукты, речь-то шла в основном об этом. Создание хорошей социальной инфраструктуры. Это дороги, школы, детские сады. То есть проблема закрепления, наверное, чтобы люди не уезжали. Люди выезжают вообще? Вот как сейчас остановилась вот эта миграция вообще в целом? Вчера как раз об этом и говорили. К сожалению, да, 40 миллионов населения сельского около 10 лет тому назад, сегодня около 37. То есть, в принципе, сейчас... Серьезно, серьезно. Ну, 40-37. Чуть менее 10%, согласитесь, это достаточно. Хотя есть и объективный момент, безусловно, это, скажем так, ситуация ведь не только присущая Российской Федерации. Это во всем мире происходит. Но потом мне все-таки кажется, что... Население мигрирует из села в город, это нормально. Но если возвращаться непосредственно к темам, которые прозвучали на госсовете, для меня было интересным или главным, если хотите, несколько моментов. Президент впервые официально признал о том, что сельское хозяйство, как он образно выразился, это уже не черная дыра. Если вы помните... Ну да, да. То есть, уходят инвестиции, не уходят безвозвратно вообще. Да, он назвал цифру, это примерно около 3 триллионов рублей, 2 триллиона 800, если быть точным. Ну и вы же помните эти разговоры 15-10 лет тому назад о том, что нельзя датировать сельское хозяйство, нельзя оказывать в таких объемах господдержку. Так вот, для меня было главным услышать это на таком высоком уровне, особенно из уст президента. О том, что рубль, вложенный в сельское хозяйство, сегодня реально дает отдачу. Ну, тут ситуация поменялась. А почему? Что случилось? Что произошло? Менеджеры эффективные появились или появились технологии? Наверное, в двух словах не скажешь. Это такой спектр большой. Я думаю, конечно, в первую очередь менеджмент. Серьезный менеджмент, который пришел. И самое главное, менеджмент, тот, который пришел в сельское хозяйство, понял, что в сельском хозяйстве можно зарабатывать. Получать прибыль основная. Ну да, да, да. И, собственно, это и есть возврат, да, и есть возможность. Помните историю, когда многие из наших, не буду называть конкретно фамилии, предпринимателей, известных, сделавших хорошее состояние вне агробизнеса, несколько лет тому назад. Это свиноводческие комплексы, это птицефабрики, это фабрики бройлеров. И они ведь сегодня, ну скажем так, вот по этим двум основным статьям снизили нашу импортозависимость. Вот, в принципе, получается, что по сельскому хозяйству прошел такой знаковый госсовет, который определил некие, да, подвел некие итоги, да, то есть развитие отрасли. Итоги. И самое главное было сказано о том, что государство по-прежнему продолжит политику поддержки. Потом же это, в общем, и безопасность продовольственная, да, страна. Безусловно, это основное. То есть независимость от внешних производителей. Ситуация, да. Импортозависимость, продовольственная безопасность – это основа основ. Безусловно. Если говорить конкретно о Калмыкии, о нашем регионе, который мы с коллегами представляем, для нас было приятно вчера услышать о том, что вот по той же социальной инфраструктуре мы, ну скажем, вошли в число отличников. Ну, да, я слышал, что вас похвалили. По дорогам. Да. По сельским дорогам. По дорогам. А вот продолжая тогда тему вообще сельского хозяйства, и мы в передаче часто говорим про региональные бренды, вот я вычитал где-то, что мраморное мясо вы развиваете, да, как такое, но по сути дела можно сказать, что с таким посылом на региональный бренд. Вот расскажите два слова. То есть это… Начну с конца. Со словом мраморное мясо? Нет, насчет регионального или иного бренда. Вот начну с конца, мы все-таки хотим выйти в сегмент все-таки федерального бренда. А, без этого вырастить федеральный бренд? Может быть даже в дальнейшем, я ведь неоднократно слышал и придерживаюсь этого мнения, допустим, вот если перескакивать в ВТО, мы вступили сейчас в ВТО. ВТО – это ведь дорога в два конца, это дорога двусторонняя. Многие боятся, особенно в сельском хозяйстве, и реально. Вот мы по прошлому году, допустим, имели, ну скажем так, если не проблемы, то по крайней мере некоторые затруднения в сельском хозяйстве, в животноводстве. Хотел бы отметить деталь, республика сельскохозяйственная, если быть точнее, она животноводческая, это основной сегмент нашей экономики, нашего сельского хозяйства. То есть сельское хозяйство – это вообще локомотив, да, республики? Животноводство. Животноводство, даже не просто сельское животноводство. Калмыкия сегодня – это единственная республика в стране, которая располагает, вернее не располагает, а находится на первом месте в Российской Федерации по наличию племенного мясного скота, подчеркиваю, мясного. Мясного, то есть не молочного, да, а мясного. А скажите, сколько в ВРП вот это? Сегодня? Да, у вас. Сегодня у нас около 130, вы имеете в виду? Ну сколько это дает вклад в валовый региональный продукт, я имею в виду, или на животноводство? Более чем третий. Более чем третий. Более чем третий. И за последние десятилетия мы утеряли главное. Наше животноводство, ну, скажем так, развивалось интенсивно. Мы потеряли нашу переработку, нашу мясоперерабатывающую отрасль. Вот возвращаясь к слову, которое вы упомянули, бренд, для нас… То есть сила была в переработке? Безусловно. Мы должны дать на рынок сегодня высококачественный мясной продукт. И причем мясной продукт именно мясного направления. Ну, давайте уж говорить откровенно, наши телезрители, да в основе своей покупательской массы всей страны, сегодня мясо в чистом его виде, как он понимается, мясное, говядина, не видит. Мы видим отбраковку мясомолочной промышленности. А, в смысле, что это побочный продукт? Конечно, конечно. Сегодня, если взять из 2,5 миллиона тонн говядины, импортируемой в России, около 60%, если не больше, это официальная только статистика говорит, это импортная. И хорошие стейки, Гудман, Стейк Хаус, это все-таки импортная говядина. Это же еще хороший производитель должен быть, ну, я имею в виду племенные, вот, это не утеряно, вот, собственно, из чего появляется этот хороший стейк? Очень хороший вопрос. То есть, это же племенное вот это... Очень хороший вопрос в том смысле, что... Нет, в Российской Федерации сегодня имеется в наличии единственная своя российская порода мясного скота, так называемая калмыцкая красная. А, вот из этого и бренда будет мраморное мясо, да? Да, и еще хотел бы отметить, практически круглогодичное пастбищное животноводство. То есть, это огромное многотравие степное, это экологически чистое... Мы вернемся же к сельскому хозяйству еще. Хочу вернуть у нас просто в такую плоскость общественно-политическую, с чего мы начали, вот, с госсовета и так далее. У нас в отеле, в студии отеля Арарат Хаят есть наш эксперт, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, вы нас слышите? Да, добрый день. Михаил, вот мы разговариваем про Калмыкию. Расскажите нам, какие цифры, какие места в рейтингах занимает республика? Ну, я боюсь, что такой оптимистичный разговор о республике я, может быть, несколько перебью. Есть неплохие цифры. Седьмое место по экологическим и климатическим условиям, тринадцатое по безопасности проживания. Довольно хорошие цифры по доле населения, доля расходов на ЖКХ у населения, достаточно низкая доля. Но вот мы смотрели где-то больше 50 рейтингов, 54 рейтингов, 23 из них Калмыкия ниже 70 места из 83 регионов России, как это было до недавних пор. То, что касается доходов населения, качества жизни, инвестиционного потенциала, цифры достаточно скромные. Если брать доходы населения, где-то более трети населения имело доходы ниже 9 тысяч рублей в месяц и лишь меньше процента, больше 75 тысяч рублей в месяц. Плюс, конечно, Калмыкия существует в достаточно конфликтной конкурентной среде. Если негативная информация по Туве или по Адыгее, где все тоже не блестяще, она особой резонанса не имеет, то в силу того, что в Калмыкии тяжело проходил процесс смены власти, и многие из политиков, ориентированных на Керсиана Олюмжинова, бывшего главы республики, они имеют сложное отношение с новым главой. Достаточно большой поток негатива идет по Калмыкии именно в силу такой острой конкурентной среды, разговоров о низкой популярности действующих властей и о дефиците достижений. Так показывают рейтинги. Спасибо, Михаил. С нами был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну вот цифры такие разнообразные, не всегда хорошие. Что-нибудь хотите сказать к этому или перейдем сразу к тому, как планируете из этих ситуации двигаться дальше? Если говорить кратко, мы же ведь не собираемся сейчас дискутировать и обсуждать рейтинги. Насколько мне известно, в стране существует как минимум пять крупных рейтинговых агентств, которые все-таки более-менее иногда дают противоречивую оценку тем или иным событиям, происходящим в регионах. Мы в своей работе все-таки опираемся на более официальную методику. Методику Министерства финансов России, допустим. Если взять по методике Министерства финансов России, мы в 2013 году уже перешли во вторую категорию. Так называемым, должным, надлежащим качеством финансового регулирования в регионе. Это первое. А ведь многие-многие годы мы находились в третьей категории, с ненадлежащим качеством финансового управления региона. Это первое. Дальше Минрегион России, правительство России дает официальную оценку так называемого органов работы, органов исполнительной власти. Там картина несколько иная. Поэтому, если кратко, мне трудно спорить, трудно аргументировать сейчас, допустим. То есть вы категорически вообще не согласны с картиной, которая Михаилом была нарисована? Или все-таки в этом есть... Вы понимаете, в чем дело? Если вытаскивать отдельные критерии... Вы понимаете, что вырваны из контекста, что картина не рассматривается целиком? А если брать общую картину и целевые показатели, которые, допустим, намечает тот же Минрегион, тот же Министерство финансов, в конце концов, правительство Российской Федерации. Ведь правительство Российской Федерации своим постановлением, подчеркиваю, в конце 2012 года по группировке базы оценки вывело Калмыкию на 23 место в стране. И как тогда вот здесь? Слишком большая разница, понимаете? Нет, ну там чисто экономика, я так понимаю, какие-то показатели. Нет, там ведь есть и социальные, имеется в виду, показатели. Рождаемость, социальное самочувствие населения. Безусловно, экономические показатели тоже играют свою роль. Но очень много критериев, которые относятся в сферу и социальной политики развития региона. Еще раз повторюсь, слишком большая разница в уровнях оценки тех или иных лейтинговых агентств. Поэтому на них трудно опираться полностью. Я уважаю, безусловно, опыт и профессионализм экспертов. Но еще раз повторюсь, нам, как, если хотите, чиновникам государственным, приходится, и, наверное, это и правильно, все-таки базироваться на те официальные методики и те официальные рейтинги, которые публикуются федеральными государственными институтами. Я понял вашу точку зрения. Я еще задам вопрос, один, касающийся, так сказать, общественно-политической проблематики, а потом вернемся в экономику, в проекты инвестиционные и так далее. Скажите два слова буквально по поводу реформы МСУ. Сейчас голосование уже в Госдуме идет по изменениям, которые претерпят закон. Скажите, вот вы за, против, просто коротко, не так много времени осталось. Если кратко, я за. А если чуть-чуть развернуто, то, конечно же, я согласен с тем, что региональные руководители, подчеркиваю, ну, в данном случае давайте говорить конкретно обо мне и о моих коллегах, о губернаторах. Конечно. Мы должны располагать большими полномочиями, отвечая за регион в целом. Не только за регион в целом, а и за города крупные. Я имею в виду большие области, края, в данном случае нашу республику. Но мы в то же самое время несем на себя огромное время полномочий. А сейчас, когда получается, ты отвечаешь за все полностью и отвечаешь перед президентом, перед народом. А иногда вмешаться в процесс и повлиять. Не хватает полномочий для того, чтобы эту ответственность, по сути дела, убить. То есть, если кратко за, если говорить конкретно, полномочия должны быть переданы. Вернемся к инвестициям. То, что еще хотелось бы хотя бы парочку слайдов обсудить, что касается сугубо региональных финансов. Расскажите, я слышал недавно подписано соглашение с Лукойлом. Это, наверное, такой основной ваш базовый, помимо сельского хозяйства, партнер в регионе. А в чем суть там, в двух словах? В двух словах? В двух, ну в трех. Хорошо, договорились. В двух словах компания планирует инвестировать в экономику республики в течение нескольких лет около 125 миллиардов рублей. Хорошая цифра, согласитесь. В двух словах. Компания планирует открыть свое обособленное юридическое бюджет. А и налоги платить в региональный бюджет. Что, наверное, самое главное вообще во всем этом. В точку, Леонид Ильич. Потому что, как говорится, то есть они бизнес развивают, лишь бы налоги платить. В точку совершенно. И в двух словах, опять же, основной, документ-то большой на самом деле, мы подписали буквально несколько дней тому назад, как говорится, чернила еще не высохли. Основное, что, мне кажется, тоже послужит неким толчком для развития экономики региона, это компания сегодня предполагает выделение миллиарда метрических кубов газа. Не для газификации, секундочку, для социально-экономического развития региона. Того газа, который мы добываем... Это будет льготная цена или что? Или просто вам объемов не хватало для того, чтобы расширять производство? Нет. Во-первых, сегодня вот эта позиция, миллиард кубов, она войдет в так называемый инвестиционный паспорт региона. Сегодня мы говорим нашим потенциальным инвесторам, что регион располагает такой возможностью для развития экономики. Неважно какой. Это может быть нефтегазохимический какой-то комплекс. Это могут быть... А, ну то есть вы можете привлечь инвестора, пообещав ему вот как бы некие условия. Вы задали вопрос по цене, но тут вопрос несколько уходит в другую. Нет, нет, я имею в виду, что цена и возможность. Да, у нас же две в этом плане, в принципе, ипостаси. Совершенно верно. Потому что вы предлагаете возможность, что если вы создадите какое-то производство, оно будет энергетически обеспечено. И тем более оно уже формально подтверждено двумя объектами. Алексей Морозов, совсем осталось мало времени. Давайте хоть два слова. Расскажите мне, вот покажите, нам уже осталось, покажите слайд сальдо бюджета. Вот интересный факт, да, у вас нулевой сальдо бюджета в проекте. Скажите об этом, как вы этого достигаете, этой сбалансированности? Ключевое слово, нулевое сальдо в проекте бюджета. Я бы хотел вас поправить, Леонид Владимирович, уже третий год подряд. А, и в проекте, и сейчас уже по... Да, третий год подряд, то есть 14-й год мы работаем... Ну вот расскажите, как добиваетесь? Что вы делаете со своими подчиненными? И как вот, как это происходит? Ничего не делаем. Мы наращиваем валово-региональный продукт, раз, это основное. И причем с 10-го года... То есть это у вас за счет наращивания ВРП происходит, да? Одну секунду, я не завершил. Да, да, да. Безусловно, наращивание валово-регионального продукта, наращивание налоговых, неналоговых доходов в бюджет, а темпы прироста налоговых, неналоговых бюджет за последние 3 года составляют по республике, ни много ни мало, 20%. 20% подчеркиваю. И, безусловно, конечно же, оптимизация расходов. При том, что мы сохраняем социальную ориентированность нашего бюджета. Спасибо, Алексей Мир. Придется нам заканчивать и, ну, наверное, возвращаться к этому вопросу, потому что многое не обсудили. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. У нас в гостях был Алексей Маратович Орлов, руководитель Калмыкии. Мы говорили про экономику, про проекты, про сельское хозяйство и мраморное мясо. Спасибо огромное. Всего вам доброго.